Да, это оно. Вы этого ждали, я знаю. И этого самого зовут Лёха Рындич. Друзья, расскажи о себе вот. Что можно мне сказать о себе? Меня зовут Алексей Рындич. Я обычный российский парень. Живу в Нижнем Новгороде. Служу Господу Иисусу Христу. Силён. Но так было не всегда. Опа. Вот с этого момента поподробнее. Но об этом чуть-чуть позже, я думаю. Да? Позже. Смотри, у нас свободный формат программы. Куда ты хочешь, её туда и ведёшь. Как это коня за узду, знаешь? Да, ну просто тогда пообщаемся на тему. Смотрите, я считаю своей какой-то такой красной линией всей моей жизни. Это обучение ДВРовцев, как жить, не как все стандартные ДВРовцы. Воу. Друзья, давайте назовём этот выпуск как-то особенный. Как тема об алкоголе в христианстве, так же и тема о служении Господу у всех детей верующих родителей. Вообще, мы обратились к тебе, потому что знали, что ты сможешь обучить многих. Обучал меня в свою очередь. Да, я могу помочь. Помню эти драгоценные уроки. Ты хороший был ученик. Ты, значит, не просто ДВР, ты ещё и ДСП. Это верно? ДСП надо распроводить. Детёныш старшего пастора. О, да, это я. Каково это было расти в семье пасторов? Я так понимаю, что твоя мама также пастор. Что это было за детство такое? Ой, это был отличный опыт, хорошая школа жизни. Вот, потому что от тебя много требовали. Ну, как и сейчас, наверное, так сейчас, может быть, ты уже так, ну, готов более-менее. А в своё время, когда ты молодой, ты учишься в школе, как все обычные. Ну, ты так говоришь, как старик. Сколько тебе лет? Ну, слушай, у меня уже 23 года. А, ну ладно. Понимаешь, что ты всё? Что хочешь сказать? В первую очередь, времена сейчас маленько изменились. Вот, то есть, сейчас как бы... Я слышу. Друзья, чтобы вы понимали, до этого Алексей был максимальный разбильтянь. Ну, маленько времена поменялись. Сейчас как бы все разгильдяи. Такая мода сейчас как бы стала. Типа, ты уже такой, как бы, девэровец, и ты такой, типа, грешничек, но наполовину. И это уже как бы в пределах нормального. И сейчас, наоборот, если ты хочешь как бы показаться разгильдяем, разгильдяем, и таким, ну, бунтарём-девэровцем, тебе надо, наоборот, прям взять Библию и, короче, ну, прям и орать. Так говорит Господь, не смейте там употреблять алкоголь. В общем, он всегда уходит в андерграунд, да, в такой, ну, в противовес. Да, вот сейчас я ударился, там, с головой в гангста госпол. Вот, всё, да, как бы, слово Господне на первом месте. Гангста госпол. Гангста госпол, да, как хэштег вечера. Какое-то время, как бы, само время нам диктовал условия, и надо было быть. Ну, вот револ, сам, нет, нет, не человек, Господь. Нет, ну, Господи, мы сюда сейчас пока не приплетаем. Ну, ладно. Человеческие интрижки. Вот, ну, да, говорю, со временем всё поменялось, и теперь, вот, чтобы быть в тренде, в моде, в таком Господнем приходится. Красавчик. Гражи с тобой, реально. Ну, давай окунёмся в твое детство, в твою юность, в твою зрелость. Что это был за период, как вас воспитывали? Может быть, у вас были особенности какие-то в семье, вы там, ну, вот расскажи про вашу семью. Ну, да, 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 в общем, мой отец Павел Рындич, в общем, ну, я не знаю, просто, может, не знаю. Ну, давай. Пастор церкви, его достаточно большой в Нижнем Новгороде, влиятельный в Центральной России. Вот, человек достаточно такого низуурядного взгляда на жизнь. Большой объём энергии у него всегда был. Вот, и когда он покаялся, как бы, всё, то есть, на первом месте был Господь и все его, как бы, заповеди. И мы, как семья, то есть, самые ближние, мы, так сказать, попали под горячую руку. Вот, то есть, не обязательно, там, вечером надо было, там, помолиться всей семьёй, как бы, без этого спать не шли, и поесть. Ну, то есть, ну, перед едой тоже мы все молились всегда обязательно, то есть, и вот такой вырос, как, прям, знаешь, вот, патриот такого своего дела, Господня. Ну, не плачь сейчас. Вот, да, ну, и потом, когда ты такой, как бы, растёшь, там, в школе, среди ровесников, такой, типа, смотришь, ты вроде тоже, как бы, нормальный парень, симпатичный, можешь что-то сказать. А сами обстоятельства тебя вынуждают, как бы, в этой врясе ходить, там, с палкой по кустам, вот, крестики там выставлять на этих, кошек, кошек хранить, знаешь, бабушку, через дорогу переводить. Ты такой думаешь, да, как бы, нафиг это надо. Да вот я помню, у меня, наверное, лет 13, 13 лет, я помню, я сижу на ответ на служение, у меня пастор, ну, отец мой, ну, проповедует. Я такой сижу и думаю, всё, хватит, я, короче, отныне я грешник, официальный, думаю, ну, в церковь-то буду ходить, конечно, потому что, ну, мне 13 лет, чего, у меня отец пастор, как бы, куда я сейчас уйду, что ли, в пещеру, что ли, вот, думаю, ну, ладно, пока, типа, я, там, побуду, ну, в доме отцовском, вот, буду, там, исполнять, как бы, такие обряды все, ну, как бы, я уже все сказал, типа, не, всё, короче, ну, не моё, короче, просто не моё, всё, хватит меня муть, вот, и... Ну, не знаю, на самом деле, сколько это продолжалось. Долго. Не, 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 не долго, на самом деле, я осознал уже где-то, прям, уже лет, наверное, 15-ти буду, ну, дур какая-то, как без господа никуда, но, как будто, вот, это, вот, привычка такая, типа, уже, ну, вот, быть в таком, знаешь, реально, в андеграунде, что ли, в церковном, тебя уже, как бы, у тебя орел такой, что ты, ну, цинишка пастора, короче, ты, прям, ну, ну, всё, сейчас, вот, 18, тут мне двадцать, и в мир, короче, да, как бы, уже никто на тебя не рассчитывает. И ты, самое главное, ты сам в это веришь. Вот, такой, ну, как бы, да, всё. Вот, ну, говорю, потом, со временем, да, со временем как-то вот пришло такое осознание, что, типа, ну, без бога никуда. И это, мне кажется, знаешь, каким бы ты ни был, там, разгильдяем, всё равно все дети верующих родителей и, такая, даже просто молодёжь в церкви, она чувствует, как бы, просто, ну, вот, любовь, как это, так это было у меня. Как бы, тебе, может быть, хотелось там где-то гулять, ты был на это способен, всё круто, у тебя-то нет никаких проблем, там, знаешь, ты не наркоман, там, в тюрьму тебя не сажают, ты просто хорошо живёшь, тебе всё нравится. Но, как бы, ну, как говорится, что, дом там, где тебя любят, вот, и ты просто приходишь туда, где тебя любят, а тебя любят в церкви, вот, и ты там всех любишь, и поэтому, ну, куда ты уйдёшь? Вот ты не ушёл, вернулся там, где тебя любят. Да, короче, возвращение блудного сына. Во сколько это было примерно? В 15 лет, да? Не-не-не, ну, хорош, 15 лет, это, так, честно, знаешь, уже первые такие догадки пошли, что, типа, ну, не всё так идеально. Ну, нет, как сказать, знаешь, 15 лет, я так говорю, как будто я там уже всё попробовал в 15 лет, нет, как бы, просто, ну, типа, то, что, ну, всё равно надо, как бы, ну, к Богу надо быть поближе, что ли, вот. А когда уже такое основательно, когда я уже всё прям решил, что всё хватит, это у меня было, мне было 18, я закончил школу, вот, и такой, я пошёл работать сразу, вот, я полгода работал, значит, вообще дома почти не появлялся, вот, работал в общепите, а там в общепите своя атмосфера такая, в этом плане, вот. И что-то, знаешь, ну, без любви вот этой бесцерковной, без родительской, как-то пожил, каждые выходные в клубах мы там, короче, были, и, главное, со всеми много очень было ребят из церкви, короче, постепенно, да, после нас. Вот, короче, ты вот реально, как сын-пастор, короче, я прям замечаю на себя, то, что ты прям ведёшь. Вот я пришёл, мы стали с моим другом, значит, ходить по клубам. Назови его имя. Его звали Игорь Николаевич Камашенко. Серьёзно? Да. Окей. Ладно, что ещё это? Его звали по-другому. Вот, и, значит, что? Ай, ты меня сбил этим. Ты ведёшь людей в клуб. А, да, всё, да, вот я веду людей в клуб. И, значит, я помню одну ситуацию, у нас была, значит, пятница, вот, ночная молитва была, чуть попозже, ну, знаете, да, там ночная молитва, не знаю, мы, знаете, не знакомы, это, в общем, молитва вечером, вот. И мы, значит, в пятницу пошли в клуб с ребятами. Значит, вот, у нас сейчас в это время, там, молитва, пастор, там, ведёт всё, там, небеса прорывает, там вся церковь прослала, там, слезах на колени стоит. А мы с ребятами, значит, всё, мы, когда мы с ними в клубе стоим, я раз смотрю, там, значит, парнишка из прославления, такой, опа, не знал. Раз, ну, там, что-то там всё, пообщались, ещё там ребят всякие, с группы, в общем, ну, там девчонки тоже из церкви, там раз какая-то девчонка с этой, с группы моей сестры. У нас там раз стоит человек 10, а там, знаешь, только всё начинается, ну, расходится, там, пока там, там, что-то на диджей разогревается, там, ещё какая-то вся движуха. Вот, я такой стою, понимаю, сейчас, короче, пятница, вечер, у нас тут человек 10 из церкви, я такой, ребят, давайте, может, начну молитву здесь тогда проведём. Типа, что ещё делать? Ну, потом всё как-то реально, вот, ну, замейнстримилось, и всё задолбало, и я решил, короче, прям на корне завязать радикально, как я-то люблю, короче. Вот, и я поехал на миссию в Мьян. Вот, это уже прям, это прям, да, другая страничка уже начинается. Это вот какое время твоей жизни? 18 лет, ну, это лет 5 назад, то есть, такое, да, когда я прям всё думал, хватит, короче. Но при этом ты продолжал шалить. Ну, шалить, ну, конечно, ну, это просто моя натура, как бы, я не знаю, Господь меня навложил в меня, и поэтому нормально. Ну, предыдущий наш гость задал себе вот такой вопрос. Что помогает тебе все эти годы оставаться верующим человеком? В первую очередь хочется утверждить, какие эти годы. Все, вот эти. Вот эти, ну, вот эти. Всю твою жизнь, ну, ты же верующий всю жизнь. Любовь Христа, простите, любовь Христа. Вера во Всевышнего, твёрдость Писания. Три-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни-ни. А по факту? А по факту, ну, как я уже сказал, мирную, реально, как бы, ну, любовь, потому что это просто моя семья. Я чувствую, как бы, за это ответственность, что ли. Вот. А как произошел момент именно, ну, была у тебя вообще такая личная встреча с Богом, там, твои личные переживания, или ты как-то, не знаю. да не конечно да я говорю я это осознал прям на уровне не просто как бы ну мозгов да что типа мне это надо там знаешь без этого никуда ты же там это твоя семья ты должен быть где господь мол типа ты что куда ты без бога не как бы там маленько по-другому было то что действительно просто было копнуть на нехватка любви что ли да не перестану это говорите нехватка любви вот как господь сказал на там вера надежды любовь на любовь из него мне и действительно так любовь важнее всего она тебя притягивает она как бы помогаете оставаться на плаву и также был со мной я просто ну да я пережил христа прям как действительно по настоящему там как все это вот у сопровождается над этими слезными знамениями вот переживаниями да и это было когда я поехал на миссию дня на 5 что что было это расскажи почему ну как бы почему мьянма что вот да такая тоже система прям я не знаю прям но бога духовенны просто смотри тоже вот на в очередной раз в клубе тусили с ребятами с церковными не мой путь думаю все в общем прихожу домой потом уже на следующий день вечером что-то бросаю так вот и отец что-то на кухне такой типами все как-то такой дырит что-то фиг пойми как-то непонятно он такой слушай знаешь ну а я как бы работаю все у меня тут жизнь такая я грузная шап поехали короче и вся для меня это было как там слова откровения и что я сделал визу через две недели улетел на миссию меня там был он каунтер и вообще слава богу там сейчас но процветает служение наш церковь и слава богу притча одна была ну значит на человек пришел к мудрецу и спросила его ну какой из этих грехов но которые я дальше перечислил самый большой как бы на колоть его хотел и говорит как бы ну переспать женщиной то есть был убить человека или выпить алкоголь я уже понял чем ведется и да и как бы соответственно вот мудрец сказал выпить алкоголь почему такой ну потому что один человек выпил алкоголя убил человека но и переспал женщиной это действительно так вот когда мы сейчас рассуждаем на тему того сколько как бы можно выпить а сколько нельзя то есть там один грамм выпил надо там вокруг светлояра это на коленях про ползти там рюмку выпил в тебе так там на коленях на горохе перед иконой там перекреститься 300 раз вот а если там выпить бутылку 3 грамма и одну рюмку когда разных алкоголь это вообще в дробях получается надо допить еще знаешь чуть-чуть чтобы не так грешно получилось вот поэтому я считаю это неправильно то есть это как бы все эти брения они сами по себе уже как бы ну никудыш не то что господь нам сказал быть единодушным вместе вот когда мы ругаемся на тему того что как бы что это грех или не грех и пища и неправильно тебе было нормально всегда быть примером или тебя это грузило слушай знаешь ненормально мне было всегда примером потому что это был плохим примером и меня совесть мучила ну и до сих пор мучить когда я косячу и смотрю то что кто-то на меня смотрит вот ну и это ужасно потому что ты понимаешь вот действительно ответственно сейчас спросить какой самый большой грех к этому не который сейчас тут меня там дам учина который у меня был да я вот следующий вопрос который хотел задать самый запоминающийся нехристианский поступок вот сам вот я вот только сейчас вспомнил задал бы раньше я бы не ответил вот самый такой поганый грех который мне был который до сих пор мою душу гложет в церкви там сынишка пастора вот ты там прикалываешься и значит одна девчонка была она у нас просто пришла как бы ну просто с девчонками что-то пришла она это не упакаялась просто как молодая там так одно неукорененная и мы что-то гуляли там тусили и мы что-то как-то поругались и я там что-то сказал типа да ну короче я не помню что там уже наговорил нас в том то что я короче отвел от господа короче говорю вот это вообще никто не рады короче иди вон вот она конечно ушла там расстроилась и меня сейчас до сих пор такой прям ужасно ходит когда я только подумаю об этом то что человек не познал господа из-за моей вот какой-то тупость понимаешь вот молодического эгоизма нелюбви в общем я думаю что она придет тем более если ты расскажешься и будешь молиться об этом у нас сейчас рубрика да можем сейчас помолиться если хочешь об этом можно чтобы фильм занимать потом ну давай рубрика пацанский цитатник с с лёхой тебе нужно угадать будут ли данные строки из книги притч али из пацанского цвета брат за брата за основу взяты пацанский цитатник верно отличный способ проверить человека довериться ему думаю все-таки пацанский цитатник верно эрнест хемингуэль мудрый сын радость своего отца глупый сын горе своей мать звучит как какой-то наш армянский тост большой свадьбе но все-таки предположу что это библейская цитата сильное предположение лучше быть никем но иметь слугу чем притворяться знатным нуждающих любит я даже назвал бы прямо притчу стих ну ладно хорошая жена мужу венец на срамящая мужа что гниль в кости слушай ну это прям . в библии надо на следующий раз вот если пушка мы такие вопросы задавать надо с этого современного перевода это современный период тут прям чисто поэтому наш по слову такому вот прям 1559 периода библии легко обмануть глаз но трудно обмануть сердце пацанская цитата основанная наверно в далеком на библейских истин ну да аль пачино ну а намек ты молодец чё разгадал в 3 секунды мы и сложные цитаты сейчас вот только что цитаты которые брали из книги притч там значит она прям пестрит двумя главными принципами которым руководствующихся если ты будешь руководствоваться будет тебе благодать и счастье это два они прям некрас равносильный прям даже это первое не входи к блуднице и второе это почитается и мать свою то есть слушайся родителей первую очередь не право они правы будешь следовать этим двум вещам как написано в библии будешь прям ровным пацаном что прям цитатники вот каждое слово будет как цитата с тебя до вконтакте все будут постить себя на страницу сильно второй момент отдай совета родителям по правильному взаимодействию с детьми вот сложно я не родитель не знаю как это делается и у меня были хорошие родители я им когда как бы никогда не хотел кого цвет там дать потому что меня все устраивало полностью вот все советы были мудрые ну один наверно мудрый совет тогда давать мудрый совет своим детям лёха мы благодарим тебя за посещение программы за участие в жизни церкви за все таки за то что сделаю и прошлое веселым жизнерадостным и красочно